Про таких людей кажут мастак у сих часов и народов. Лев Алима – автор со своим уникальным почерком. И он судовно володает техникой афорта, складанным и тонким видом мастацтва. Непероузыденный график, неполторный у кожным творы. Над таким працуют долго и упарто. Усе работы пропускают про сердца. Напевно тому я не утойваю у себя безагадку. Как говорят, нужно уметь читать еще и между строк. Вот я пытаюсь разглядеть между штрихами еще что-то, непознанное мною. И вот это мне придает, наверное, силы в творчестве. Не в количественном отношении, а в качественном. И понятие качества у каждого разное. Лев Борисович – удельник больше, чем полторы сотни международных конкурсных выставу графичного мастацтва. Его работы упрыгоживают разные кутки культурной спадщины. Державную Третьяковскую галерею, Национальный музей истории и культуры Беларуси, Державный музей выявлен жил мастацтву имя Пушкина и многие иншие. У приватных знатоков-коллекционеров его творы так само знайшли свое место. Такие работы, которые делаю, в квартире вешать не нужно, наверное. Потому что настоящие коллекционеры, они все больше в папках хранят. Конечно, настоящий коллекционер повесит графику. А вот тот, кто восприимчив психологически, не каждому работа моя подойдет. Потому что мне повезло в жизни, некоторые работы цепляют. А раз они цепляют, значит, они живут. Таймничество и экспериментальность. Творчий посыл мастера у каждой працы, у каждой детали. Самый удалый Лев Алимов признает аутопортрет, народженный у массы. Ее надзначены на разных выставах у многих частках света. Года два назад говорят, Алимов художник одной работы. Это не оскорбление, это похвала. Я знаю много художников, я ни одной работы его не помню абсолютно. Мне повезло, что своей работой я обозначился как-то. Я бы мог делать десятки работ, другие профили, другие анфасы, других людей. Потому что я знаю, как это делается. Но, зная, как это делается, я сам себя закапываю, как художник. Если я начинаю повторяться, это смерть художника. Нужно разным быть. Знайомые сабры Льва Алимова безумно признают его мастерством. А еще называют человеком циклопедии и стылягой, добровядомым усяму Бресту. Много ему лета, пусть живет и радует город Брест. Это достопримечательность улицы Советской, города Бреста и Белоруссии тоже. Хотя он известен и далеко, и за рубежом. Он прекрасен во всем. И во всем, что он так прикасается, Лев Борисович Алимов. Так что хочу еще раз поздравить с прекрасной датой. Пусть он не кончается, пусть ему будет и 80, и 90, и 100, и 50, и 40. Он всегда вечно молодой. Так что с праздником, Лев Борисович Алимов. Юлия Селюк, Юрий Плинда, телерадиокомпания Брест.